Добрый день, уважаемые пользователи программных продуктов 1С. Меня зовут Митницкая Наталья. Являюсь специалистом компании Кадрлайн. И сегодня мы в этом видео изучим вопрос, как в программе 1С зарплата управления персоналом отразить сотрудника, который работает полдня. Изучим, как осуществляется настройка начислений, как создать соответствующий график, а также разберем особенности расчета. При неполной рабочей неделе оплата сотруднику будет производиться пропорционально тому времени, который он отработал, либо от объема выполненных работ, если оплата трудоздельная. На примере ниже разберем ситуацию, когда сотрудник оформлен на полдня. Такая загрузка актуальна для совместителей и на практике часто используется. Первое, что необходимо сделать, это проверить настройки кадрового учета и далее настроить график работы. Переходим в раздел программы настройка и далее выбираем пункт кадровый учет. В окне настроек необходимо, чтобы была установлена галочка, возле пункта используется работа по неполной ставке. Если у вас эта галочка не установлена, ее необходимо установить. Далее вернемся в раздел и выберем пункт графики работы. Настройка графики работы сотрудника. Создадим с вами новый график и заполним его наименование. Давайте напишем тестовые. Обязательно поставим автоматическое обновление производственному календарю, чтобы этот график за год у нас автоматически обновлялся при изменении производственного календаря. Так как у нас в 2020 году производственный календарь меняется. Далее переходим по ссылке изменить свойства графика. В настройках оставляем учет праздничных дней и напротив пункта неполное рабочее время и считать норму по другому графику. И выбираем с вами график пятидневка. В табличной части расписания работы устанавливаем нужное нам количество часов равное четыре для каждого рабочего дня. Вид времени в нашем с вами примере предусмотрен только явка. После этого нажимаем кнопку «Ок». И график будет у нас с вами заполнен автоматически. Далее нажимаем на кнопку «Записать». Соответственно, вот у нас с вами заполнен график работы. По кнопке «График работы» мы с вами можем его распечатать. Следующим этапом необходимо оформить документ прием на работу. Данный документ находится в разделе «Кадры», пункт «Приемы, переводы, увольнения». Создаем документ и в шапке указываем «Организацию» и ниже, соответственно, «Сотрудникам». Указываем подразделение, куда мы его принимаем на работу, «Производство», «Должность», «Количество ставок» выбираем «Одна», «Вторая», «Поставки». И из списка ниже в поле «График работы» выбираем созданный у нас с вами график. Далее, если мы перейдем на закладку «Оплата труда», увидим заполненное начисление оплата по окладу. И значение в поле «Фот», соответственно, равно 20 тысячам рублей. После этого нам остается провести документ и в рабочем порядке формировать начисление заработной платы. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Если возникнут вопросы, пишите под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!